Большинство жителей Великобритании, ставших объектами расследования по подозрению в незаконном обогащении, оказались россиянами или людьми, чьи активы связаны с Россией. Об этом сообщил газете The Times источник в правительстве страны. Статью цитирует Интерфакс. По словам собеседника издания, работа по выявлению незаконных доходов ускорилась после нападения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос, сказал он в Национальном агентстве по борьбе с преступностью National Crime Agency NCA, заявили, что происхождение человека не определяет, станет ли он объектом расследования. Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием, подчеркнул глава Департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун. Всего в списке тех, чьи источники дохода проверяют в НСА, находятся от 120 до 140 человек в апреле. The Times со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что британские чиновники готовят меры финансового характера против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. В конце марта в Великобритании были выданы первые ордеры на арест подозрительных активов россиян по новому закону о криминальных финансах, который вступил в силу в королевстве в 2018 году. Власти имеют право потребовать от иностранных владельцев активов на территории страны объяснить происхождение своих средств. В случае если объяснения не будут даны, имущество подлежит аресту бывшего полковника Гру Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в Солсбери в начале марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях, поэтому, по мнению британского правительства, к произошедшему причастна Россия, Москва все обвинения отвергает. В то же время в докладе Организации по запрещению химоружия указывается, что место происхождения химиката установить не удалось. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.